Преодолеть последние метры дистанции грибцам нужно на своих двоих. В спортивном азарте мелочи не имеют значения. Некоторые участники бегут до финиша прямо с лодкой. Если на земле такая привязка мешает, то на открытой воде петля на ноге поможет спортсмену не лишиться транспорта. Внешне сабборд похож на доску для серфа. Принципиальное отличие – наличие весла, а значит покорять водную гладь можно даже в штиль. Сегодня на экстремальный заплыв на озере Аргази решились десятки грибцов. Встать на него не так сложно, но вот именно сам процесс гребли, техника и конечно выносливость. То есть на длинной дистанции это прям тяжело. Не остались равнодушными к водному спорту даже четвероногие. Звездой гонки на сабордах стала муха. Медаль за четвертое место собака разделила с хозяином. Виталий смеется, мог бы прийти раньше, но уплыть без напарницы просто не смог. Она иначе водит на берегу. Когда зашли за остров, она была сзади, ее фотографировали с лодки. То ли она увлеклась позированием, я не видел. И она упала или спрыгнула. Я чувствую, пошло легче. Она 10 килограмм весит, и тащить же надо. И она пошла на остров. Пришлось ловить ее. Погоняли спортсмены в двух дисциплинах. Саббордисты преодолели 6 километров, грибцы на каяках 15. Но даже несмотря на соревновательный дух, главное на воде – безопасность. Все участники в спаз-жилетах, обязательно даже я. Если кто-то из участников попал в какую-то неприятную ситуацию, то в первую очередь тренировка прерывается и все идут на помощь участнику. Лучшее время на надувных лодках среди мужчин – 46 минут. Лидер среди девушек справилась с дистанцией за 53 минуты. Рекорды каякеров – полтора и три часа соответственно. Победители получили сертификат в магазин спорттоваров, а остальные участники – заряд бодрости и позитива.